Зимние пограничные переходы между Китаем и Россией один за другим возобновляют работу после почти трёх лет пандемийного простоя. Так, в уезде Жаохэ уже приняли первые фуры под загрузку из Хабаровского края. До этого с обеих сторон в сложных погодных условиях был возведён понтонный мост через реку. Репортаж нашего собственного корреспондента Татьяны Шевчук. На международном пункте пропуска Жаохэ покровка снова оживлённа. Одна за другой, к границе с Китаем подходят российские фуры. Пустые. Поэтому коридору за товаром едут вновь после почти трёхлетнего перерыва. Столько из-за пандемии коронавируса понтонный мост здесь не наводили. До этого путь меньше чем в полкилометра был загружен. За период навигации 2020 года, если допандемийный период мы рассматриваем, порядка 300 грузовых транспортных средств проехало через этот мост. Порядка более 2000 физических лес и порядка 150 автобусов. Но тут отличительной чертой, что навигация та в 2020 году продержалась, существовала только до Нового года по китайскому календарю. Марк Завгородний больше 15 лет занимается брендированием одежды. Из этого цеха ежедневно выходит до 20 тысяч логотипов. Поставки сейчас по всей России. Раньше возил всё необходимое для производства с запада. Три года назад перешёл полностью на оборудование и расходные материалы из Китая. Так выгоднее и надёжнее. Прежде доставка через пост ЦУФНХ пограничной занимала две недели. Сейчас из-за большой нагрузки на пункт пропуска полтора месяца. И наконец-то можно рассчитывать на возврат к прежним срокам. Конечно же, любое открытие нового перехода, в целом для всех предпринимателей Дальнего Востока, это ускоряет процесс непосредственно. Транспортное плечо становится намного короче. Мы не можем ждать, нам нужно работать. Хотя мы все дальневосточники привыкли ждать поступления товара. Но хочется работать быстрее. Первые шаги к восстановлению международного товарооборота на восточных границах двух государств были сделаны летом 2022-го. Тогда вновь заработали речные пункты пропуска на границе провинции Хэлодзиан и Хабаровского края. По итогам всего пяти месяцев нестабильной работы, обмен грузами превысил доковидные показатели. По Амуру и Уссури прошли спецтехника, промышленное оборудование, продукты питания, пиломатериалы, уголь. Сейчас ждут еще больше рост. Работа после смягчения ограничений с китайской стороны должна пойти увереннее и быстрее. Еще летом российских водителей в соседнее государство не пускали. Фуры приходилось перецеплять. Это затягивало процесс. Сейчас же достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и заполнить таможенную декларацию о здоровье для въезда. Благодаря таким послаблениям стал возможен и запуск погранперехода Амур-Зетла-Бэй также впервые с начала пандемии. И там только за первые дни работы в этом году из России в Китай и обратно по полсотни грузовиков уже проехали. После введения новых правил и в связи с возросшим потоком увеличили время работы пограничных переходов и в других регионах российского Дальнего Востока. В Приморском крае Хунчунь-Краскино, в Амурской области, Международный мост Хэхэ-Благовещенск с российской стороны перешел на круглосуточный режим. Это обеспечит пропуск до 190 грузовиков в сутки. Для удобства обеих сторон по часовым поясам приемка в ЖАХ покровка синхронизирована. В данный период времени интерес к нему возрастает. Причем мы видим заход компаний с запада, с московских регионов, с питерских регионов. Буквально первые фуры, которые были оформлены, две из них ушли на запад. Товарооборот России и Китая каждый год бьет рекорды. За 2022-й он вырос больше, чем на 30%. Бизнес уже развернулся на восток. Через дальневосточные пункты пропуска даже в условиях антиковид начала работать практически вся страна.